Оренбуржье встречает победителей. Буквально через несколько минут прибудет поезд, на котором из города Волжско-Волгоградской области вернутся участники 13-х молодежных дельфийских игр России и первых открытых молодежных европейских дельфийских игр Европы. На перроне делегацию из Оренбуржья встречают цветами и шариками родители и наставники. Победа в таком престижном конкурсе. Тут есть чем гордиться. Прямо с вокзала в Министерство культуры и внешних связей. Ребята достойно представили наш регион и заслужили награды, которые получили уже здесь, в Оренбурге. Талантов у нас очень много. И вот результат победы на дельфийских играх – это результат не только вот этих ребят, которые действительно талантливы, которые действительно очень ярко себя проявили на этих вот соревнованиях. Это же соревнования, там 2,5 тысячи участников. И вот среди этих участников столько победителей Средневургской области. Дельфийские игры родились в Древней Греции в 582 году до нашей эры. В нашей стране высший форум искусств появился в 1999 году. И с тех пор творческая молодежь ежегодно принимает в нем участие. В этом году одаренных ребят встречала Волгоградская область. В культурных мероприятиях участвовали более 2,5 тысяч человек из всех российских регионов, а также из 20 стран мира. Юные таланты боролись за призы в 29 номинациях. Итак, знакомьтесь, наши призеры. Специальным дипломом за лучшее исполнение на балалайке, в произведении кантиленного характера отмечен учащийся Новотроицкой детской музыкальной школой Илья Журавлев. В играх участвовал в первый раз. И уже успех. Очень сильные все были. В моей категории много человек было. Попасть в шестерку самых лучших, потом позанять диплом. Считаю, только получил первый, второй, третий диплом. Четыре человека, и все. Это самое сложное. Ну, свою планку, которую я держал, я поставил. Как могу. Обладателем бронзовой медали самого престижного творческого смотра России в номинации «Академическое пение» стал учащийся музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича и Анатолий Фурсенко. Это был пик, если можно так сказать, ответственности, пик волнения, ну, и, возможно, пик желания, потому что очень хотелось выступить и очень понравилось. Звание абсолютного победителя дельфийских игр России и золотой медали в номинации «Эстрадное пение» удостоено учащейся музыкального колледжа Екатерины Викторова. На достигнутом девушка останавливаться не собирается. Это большой толчок, и на самом деле очень здорово, что мы поучаствовали в этих играх, потому что там было очень много интересных исполнителей, очень достойные конкурсанты, и достойная была у всех и сложная программа. Поэтому я считаю, что нужно дальше пробовать, участвовать, это обязательно. Звание абсолютного победителя первых открытых молодежных дельфийских игр Европы и золотую медаль в номинации «Народное пение» завоевала студентка четвертого курса Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича Анастасия Инютина. Ей удалось обойти сильных соперников. Разнообразная программа, очень интересные вокальные данные, очень интересная манера исполнения. Абсолютно у каждого региона она своеобразная. И также участвовали европейские страны. Это Молдова, Беларусь, Казахстан и Таиланд. Тоже было очень интересно послушать. В том, что ребята приехали с победой, результат не только их упорства и желания быть лучшими, но и труд преподавателей. Именно они помогали подбирать репертуар, ставили голоса, учили быть профессионалами. Успех воспитанников принадлежит и им. Ребенок участвовал в дельфийских играх трижды, а, как говорят, бог любит троица, в третий раз наконец-таки получил долгожданное золото. Мы к этому стремились, мы к этому шли. И, конечно, усиленно работали. Как вокально, так и внутренне, и душевно. Я просто очень доволен. Такой подарок перед праздником и оренбуржцам, и себе, и нам, и институту, да и мне тоже, как ректору. Мы много лет их готовили. Знаменательно то, что юные музыканты прославили наш регион в Год культуры и сделали подарок не только ко Дню Победы, но и к юбилею области и губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова